Здравствуйте, дорогие друзья! О пяти ножевых новинках лета 2021 года от американской компании Керша мы с вами сегодня поговорим на канале Мессер Местер. Американская компания Керша, ввиду того, что у них есть огромное, действительно огромное производство в Китае, всегда была плодовита на те или иные ножевые новинки. Поэтому, конечно, сегодня далеко не все новинки, которые они выпустили летом 2021 года, но это вот, скажем так, пять избранных, мой такой личный топ, который я выбрал для того, чтобы ознакомить вас с появившимися наиболее интересными, на мой взгляд, ножами этого широко известного американского производителя. Здоровенные ножи, которые, несомненно, привлекают внимание большинства российских зрителей, мы с вами оставим, что называется, на сладкое. А говорить начнем с вот этого малыша. Но, на самом деле, малыш так и не малыш. Дело в том, что мы с вами имеем дело с ножом, который называется Highball XL. Вообще, я, когда снимал большой обзор ножа Highball, прямо в самом начале этого обзора говорил о том, что нож не такой уж и большой. То есть он гораздо меньше, чем можно подумать по техническим характеристикам. Честно говоря, когда я увидел, что компания Керша выпустила в мир нож Highball XL, я подумал, что вот это прям будет отличный вариант, что это будет такой нож покрупнее. Уж больно мне понравилась форма оригинального ножа Highball. Но, должен сказать, что Highball XL, но он такой не очень XL. Этому ножу вполне можно потом и версию XXL выпустить. Потому что здесь клинок ножа составляет всего лишь 84 сантиметра в длину. То есть, в общем-то, это тоже, ну, как максимум, наверное, среднеразмерный нож. То есть, но его длина клинка не дотягивает даже до 9 сантиметров. И надо сказать, что с точки зрения габаритов, ну, вот он вот именно вот такой, как вы его видите. То есть, такой вполне нормальный среднеразмерный нож. Надо также отметить такую интересную деталь, что компания Керша, выпуская вот этот нож в его XL-версии, сделала очень интересную, ну, так скажем, такой ход у себя на сайте. Дело в том, что по всем данным у оригинального ножа Highball толщина клинка составляла 3 миллиметра. Но, тем не менее, вот информацию о толщине клинка этого ножа компания Керша на момент съемки обзора убрала у себя с сайта. Сразу же с того момента, как появился нож Highball XL, у которого толщина клинка составляет 3 миллиметра ровно. В общем, короче говоря, не знаю, зачем они так сделали. Может быть, это просто какое-то такое интересное совпадение. Ну, а может быть, действительно не хотят показывать того факта, что два ножа с разными размерностями в остальных габаритах имеют одинаковые в толщину клинки. Но давайте, наверное, посмотрим коротко на этот нож. Мне, честно говоря, лично очень нравится вот такая вот форма. Она, с одной стороны, классическая, с другой стороны, такая очень рабочая. Сделан этот нож достаточно по-простому. Бит-бласт в качестве обработки клинка. Стальная рукоять. Шариковый подшипник в осевом узле. И при этом вот такая же, как и на прошлом хайтболе, манера открывания. Здесь нет плавника флиппера. И, в общем-то, на мой взгляд, наверное, может быть, именно это привлекает меня в этом ноже. В эпоху, когда флипперы от Кершера, чуть ли не все ножи, какие от них делаются, флипперы. Вот даже из пяти ножей, которые здесь есть, три являются флипперами. А вот на этом ноже флиппера нет. Здесь вот такая вот характерная для этой модели, ну, даже не знаю, они это называют ногтевым зацепом. Ну, я даже не знаю, как это назвать. С двух сторон клинка вот есть такое подобие дола, за которое предполагается открывать этот нож. Учитывая, что в осевом подшипник открывается прекрасно, все отлично работает. Ну, и вот, честно говоря, порадовало меня вот наличие вот такого вот... Это нельзя назвать химберер-стоппер, но, наверное, стоппера, назовем его так, для замка фреймлок, сделанного из стали. Классно сделано. И с дизайнерской точки зрения отлично вписано в эту модель ножа. И, надо сказать, с функциональной точки зрения, да, это полезно, иметь такую штуковину на ноже, у которого лайнер сделан из стали. Это, в общем, наверное, правильно, удобно и хорошо. С дизайнерской точки зрения нож отличный. Интересное продолжение старой модели. Ну, и, честно говоря, наверное, глядя на Highball XL, ждем Highball XXL, когда этот нож обретет, ну, хотя бы такие размеры среднего ножа с длиной клинка между 9 и 10 сантиметров. Когда я делал выбор ножей для этого обзора, а, надо сказать, что я выбирал их по фотографии, мне нож Highball XL показался, наверное, самым интересным. И вот почему. Потому что я вообще, если честно признаться, очень люблю ножи вот таких вот прям, ну, действительно классических геометрий. Вы на него посмотрите. То есть, с одной стороны, да, этот нож выглядит достаточно современно, в нем есть такие любопытные элементы дизайна. Но, тем не менее, вот этот вот Drop Point, пусть чуточку видоизмененный, это вот те самые любимые мною достаточно высокие спуски, которые корпорация Kai часто использует на своих ножах. Ну, и вот такая общая форма, вот прямо заходят мне подобные ножи. И, надо сказать, меня Highball XL почти ничем не разочаровал. Ну, кроме, наверное, разве что своего размера. Очередной раз сталкиваюсь с тем, что не могу определиться по фотографии и по характеристикам, которые к ней приложены, с тем, какой это нож на самом деле. Следующий нож, о котором мы сегодня поговорим, это, как бы, наверное, даже не совсем нож, ну, или, можно сказать, что не совсем обычный для корпорации Kai в целом нож. Kersha 1190 Capsule. Это вот такое, ну, не знаю даже, как сказать. Это, наверное, что-то такое очень сильно похожее на строительный вот такой вот ножик, только у него нет возможности менять лезвие. Ну, на самом деле, действительно, вот именно здесь правильное слово, вот эти сменные лезвия. Очень похоже, все это сделано по конструкции. Вот так вот работает. Подробности, конечно, покажу в большом обзоре. Здесь такая комбинированная пластико-стальная рукоять. И, конечно, вот очень приятная штука у нас, таким ярким бегунком. Ну, прямо вот приятно пользоваться. Это, знаете, так скажу, интересно держать в руках. Вот, наверное, к таким ножевым аксессуарам, скорее, относится вот этот вот предмет. Но при этом есть клипса, причем вот такая вот широкая и большая. Носить на кармане наверняка будет вполне удобно. Единственное, пожалуй, что, конечно, ну, в моих ощущениях немного коротковат клинок. Но это, знаете, на любителя. Ну, и это, наверное, все-таки скорее не совсем нож для того, чтобы резать. Это все-таки скорее такая штука, которую приятно подарить или получить в подарок для какого-нибудь увлеченного ножами человека. То есть просто интересная штуковина. Она сделана не ради функционала, а скорее ради вот такой вот просто, ну, какой-то ножевой симпатичности, если хотите. Вот как-нибудь так я бы это назвал. Я уже достаточно давно занимаюсь ножевым блогингом, поэтому не один раз видел комментарии под обзорами самых разнообразных ножей, в которых люди, которые к сообществу ножеманов не относятся, начинают писать такие вещи, что все, что вы делаете своими ножами, гораздо удобнее, проще и, главное, дешевле делать самым обычным канцелярским ножом. Ну, собственно говоря, видимо, в компании Кеша вняли этим комментариям и сделали вот тот самый обычный канцелярский нож, но для ножеманов. Тут, конечно, надо отметить, что у него все-таки гораздо меньшая длина клинка, и это очень сильно ограничивает его функциональность. Но, кто знает, вполне возможно, в самое ближайшее время появится его XL или XXL-версия, и вот тут-то мы с вами разбежимся. Ну, и, кстати, в этой версии я бы, возможно, хотел немного другой профиль клинка, но это запросто, запросто может случиться с появлением более крупной версии этого ножа. Еще одна новинка этого лета – Керша 2095 Endgame. Конец игры, да, вот примерно так, для тех, кто совсем не знает английского языка, я бы смог перевести это название. Очередной нож, сделанный в таком стиле, который я для себя определяю как стиль стимпанк. Вот уж не знаю, почему я это так называю, но вот скажем так. Это вот такая стилистика с рукоятями с большим количеством, может быть, не очень функциональных, но интересно выглядящих пропилов и каких-то вот таких вот мелких элементов, которые отличаются от остальной рукояти как по цвету, так и по материалам, которые здесь использованы. Я, насколько понимаю, вот здесь вот на рукояти кусок пластиковый, это стеклонаполненный нейлон, вот такое его название. Сама рукоять в основе своей стальная, причем обратите внимание, что здесь любопытно то, что у рукояти есть именно стальные накладки, насколько я понимаю, потому что вот мы здесь видим лайнеры, которые находятся как бы в основе конструкции, но при этом есть стальные накладки с вот такими вот пропилами, в которые вставлены еще и части из GFN. Есть вот такой вот стоппер для замка, фреймлок для его пружины, который не позволит вам отогнуть ее слишком сильно и нарушит работоспособность замка. Клипсы, естественно, как это всегда бывает у Керша, причем обратите внимание, что здесь отверстия для того, чтобы перенести клипсу, забраны вот такой вот заглушкой. И, откровенно говоря, я бы, наверное, не переносил, потому что, ну, мне как-то кажется, хотя, наверное, ее можно переставить на другую сторону, ну, мне кажется, что просто на этой стороне она смотрится как-то более гармонично, но заглушка переставляется сюда, Клипсу можно переставить запросто. Сталь D2 на клинке этого ножа, ну и вот такая вот форма, которую компания Керша часто называет то шифутом, то дроппоинтом даже, как бы в некоторых случаях, но, тем не менее, мне вот лично кажется, что это как раз вариация формы клинка в Ворнклиффе. Ну, тут об этом, как всегда, можно очень долго спорить. Важно, что у корпорации Кай довольно-таки много ножей с подобными формами клинка, и эта форма действительно в их исполнении признана очень работоспособной. Тем более, надо сказать, что они очень неплохо умеют делать рукоятки, самые разнообразные к этому вот профилю клинка, что ножом действительно становится очень удобно работать. Это флиппер, у него в осевом узле, естественно, шариковые подшипники, и вот обратите внимание, какой у него интересный спейсер в данном случае сделал. То есть, ну, больше подробностей покажу в большом обзоре. Здесь же хочется сказать, что, наверное, это такая очередная интересная новинка от компании Керша, которая дает возможность людям, у которых не очень много денег, приобщиться к вот таким дизайнам. Нож сделан в Китае, стоит относительно недорого, но при этом обладает очень многими приятными особенностями своих старших братьев, сделанных вот в подобном стиле. Керша каждый год выпускает довольно много новых моделей своих ножей, наверное, возможно бы Endgame как-то бы не привлек мое внимание при выборе ножей для этого ролика, но не могу не сказать. Мне вот лично кажется, что даже знаменитый 0777 Zero Tolerance проскакивает в этом дизайне. У Керша в более дорогих вариантах тоже есть ножи подобного толка, и вот тут они сделали подобный нож, ну, скажем так, с некоторыми вариациями, но при этом в дешевом сегменте. Мне вообще всегда нравился подход корпорации Кай, когда она выпускает те или иные ножи, ну, скажем так, для тех, кто хочет купить нож совсем недорого. То есть всегда, практически всегда есть у них какие-то недорогие версии тех или иных популярных моделей. Ну, а если этого становится недостаточно, те или иные популярные модели получают какие-то такие новые прочтения, ответвления, что-нибудь еще. И вот, пожалуй, собственно говоря, именно Endgame. Это как раз вот такой вот нож, который неуловимо похож на многие другие ножи корпорации Кай. Кому-то покажется, что это как-то немного скучно, ну, а как по мне, так это очень хорошо, что удачная идея продолжает так или иначе развиваться в самые разные стороны. Ну, и в конце, конечно, по очереди нужно показать вот этих двух красавцев. Дело в том, что мы, ну, я думаю, все уже догадались, что имеем дело с двумя ножами, по сути дела, одной модели, просто выпущенными в разном типоразмере. Ну, что ли, наверное, так это нужно назвать. Strata и Strata XL. Два таких больших, новахоподобных ножа от компании Kersh, которые были представлены этим летом. Ну, вот посмотрите, на самом деле здесь, конечно, разговаривать об этих ножах придется, наверное, больше всего. Ножи действительно очень сильно похожи на традиционные испанские новахи, но при этом, конечно, это ножи, которые имеют такой свой собственный, современный, узнаваемый стиль компании Kersh. Ну, даже, я думаю, что рядом с теми моделями, которые я только что показывал, уже видно, что использованы вот эти вот на данный момент времени очень распространенные бронзового цвета элементы в оформлении ножа. Вот, посмотрите, здесь такие совершенно замечательные бонки в этом смысле сделаны. И при этом надо сказать, что эти ножи, по сути дела, ничем не отличаются друг от друга с внешней точки зрения, кроме своих размеров. Но здесь, как бы, хочется отметить, что дьявол, по сути дела, кроется в деталях. Мне вот эти ножи нужно вам показать, наверное, вот так, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Дело в том, что, вопреки распространенной практике, вот на этих ножах при уменьшении размера заметно уменьшили и толщину клинка. Ну, то есть, здесь правильнее сказать, что, наверное, при увеличении размера увеличили, так как все-таки вот типовая страта, если так можно говорить, не знаю, почему в женском роде, типовой нож страта в этом размере – это нож с более тонким клинком, когда размер увеличивается, то клинок становится более толстым. При этом нужно сказать, что базовый нож страта имеет длину клинка 114 мм. То есть, это, вот даже как базовая модель, это на самом деле по-настоящему большой нож. Нож действительно крупный. Это один из тех редких ножей. Я считаю, что, в принципе, вот у каждого человека, у кого есть коллекция складных ножей, должен быть один хотя бы нож, который обладает длиной клинка 11 см или более. То есть, просто потому, что зачастую вот такие именно ножи очень удобно использовать, когда вы едете куда-нибудь на пикник, потому что именно такая длина клинка позволит вам уже спокойно поработать с продуктами. Вот. Ну, а в данном случае XL-версия – это, знаете, конечно, ну, это уже больше ножи Cold Steel по размеру напоминает, но вот здесь не могу не обратить внимание на такой факт. Толщина клинка вот этого ножа, то есть, базового ножа страта, менее 3 мм. То есть, это действительно по толщине очень похоже на кухонный нож. Вот при такой длине клинка, это, конечно, рискует быть вашим прям таким, ну, реально, по сути дела, кухонным ножом, который вы можете взять с собой на пикник. То есть, да, конечно, у этого ножа длина клинка еще больше, причем заметно больше. Здесь уже действительно длина, ну, такого среднего, такого нормального кухонного ножа, но здесь побольше толщина клинка, и из-за этого, конечно, и рукоять здесь более крупная, и нож весит заметно больше. И вот, собственно, вот этим вот ножом, как кухонным, пользоваться будет, на мой личный взгляд, не столь удобно, как вот этим. То есть, я бы в данном случае, вот в тех целях, в которых мне лично нужны ножи с такой длиной клинка, выбрал бы, пожалуй, типовую модель. Мне лично кажется, что она вот для моих задач как-то будет больше подходить. Но я отлично понимаю, для кого вот этот нож. Потому что в нашей стране, да и не только в нашей, существует огромное количество людей, которые очень любят относительно легкие, но при этом очень крупные ножи. Да и, надо сказать, в некоторых случаях этих людей масса совершенно не смущает. И вот, собственно, Strataxel – это, конечно, нож для таких людей. Вот тут, ну, все что угодно. Этим ножом можно там умеренно что-нибудь рубить в каких-то развлекательных и не только целях. Можно работать по кухне. Да, возможно, будет не так удобно, как этим, но зато есть тут дополнительная длина клинка. Если вы к нему приспособитесь, будет очень удобно. И вообще, в принципе, можно удовлетворять свою такую страсть к ножам побольше. Но при этом здесь, конечно, есть отдельные элементы конструкции, про которые нельзя здесь вот так не сказать. Вот такие вот эти замечательные бронзовые бонки. Нож имеет конструкцию абсолютно сквозную. Это тоже, опять-таки, очень удобно для работы с продуктами, потому что очень легко нож промыть. Замок, фреймлок. Обратите внимание, что одна половина рукояти здесь сделана из стеклотекстолита GT, а другая стальная. На ней сделана пружина замка. Есть, опять же, такой вот, ну, назовем это своего рода стопером. Вот тут обратите внимание, как он работает. То есть, действительно, тоже слишком сильно отогнуть пружину замка он вам не даст. Но вполне хорошо работает весь замок. Вот особенно с учетом того, что нож на шариковом подшипнике в осевом узле. Единственное, здесь важный такой момент, с которым в некоторых старших моделях корпорация Кай сейчас успешно борется. Но на этом относительно недорогом ноже придется просто учитывать тот факт, что при открывании этого ножа за флиппер вам нужно очень внимательно следить за тем, чтобы ваши пальцы не стояли на пружине замка. Потому что если вы поставите нож вот так, будет такое ощущение, что открыть его вообще практически невозможно. Это, в общем-то, в принципе, известная проблема. При открывании ножей с замком фреймлок и достаточно узкой рукоятью. То есть, ставьте пальцы вот как-нибудь вот так, чтобы не прижимать замок. И нож открывается пушечно просто. И реально вот у вас в руках появляется вот такая вот симпатичная наваха. Если бы вот этот нож существовал на рынке лет 6 назад, то он бы очень занедорого закрыл одну из моих тогдашних важнейших потребностей. И вот потребность в таком вот складном, условно говоря, кухонном ноже для каких-то вот пикников и прочих вот подобных задач. На самом деле, просто вот великолепный вариант такого подхода. Но, к сожалению, в те времена подобные ножи не выпускались. И я решил задачу владения чем-нибудь подобным, ну, наверное, по меньшей мере раз в 6 дороже. То есть, тогда получалось купить только что-нибудь подобное. Меня лично в этом ноже очень сильно прельщает не только цена, но и тот факт, что он сделан вот именно в таком, ну, что ли, привычном для меня наборе технологических решений. Замок, фреймлок, а не триадлок, как, к примеру, аналогичных подобного толка ножей компании Cold Steel. Очень приятные такие материалы, потому что действительно половинка сделана из G10, половинка из стали. Нож заметно облегчен. Ну, а если в какое-нибудь ближайшее или не очень время компания Керша выпустит такие ножи, ну, к примеру, на американском производстве с полностью алюминиевой рукоятью или в линейке компании Zero Tolerance, где с одной стороны будет карбон, а с другой титан, нож станет еще легче, но при этом не потеряет функциональность. Собственно говоря, придется, придется мне, наверное, опять завести себе нож подобной длины, хоть я уже от них и давным-давно отвык. Большой нож Strato нужно, конечно, показывать вот так. Strato XL это вот натуральная сабля. Ну, вот посмотрите, как это смотрится у меня в руке. У меня вообще, честно признаться, назвать этот нож просто ножом, ну, как-то язык не поворачивается, по крайней мере, складным ножом. Ладно бы он был сделан в форм-факторе, когда рукоять была бы поменьше, то есть нож был бы, допустим, с фиксированным клинком. Ну, тогда да, подобного рода длина клинка это ок. А вот, ну, вот такое, ну, слушайте, по-моему, только у Cold Steel еще есть подобные ножи подобных размеров. Мне вот отчасти все это Cold Steel Voyager напоминает. Но, как я уже сказал, вот лично для меня, вот лично для меня подобный нож, который выпустила компания Kirsch, он лучше Voyager. Хотя бы потому, что здесь все-таки установлен, ну, такой более что ли эргономический для меня лично удобный замок. Но кто-то скажет, что когда ты делаешь столь здоровый нож, наверняка им можно будет и ударить, и сделать что-нибудь, какую-то грубую работу. И тогда, наверное, лучше бы на нем все-таки иметь привычный, самый надежный замок от компании Cold Steel, то есть Triadlock. Ну, здесь кому что больше нравится, я лично честно скажу, что вот как по мне, но это лично только мое субъективное мнение, пожалуй, Stratto XL по сравнению с просто ножом Stratto, это нож все-таки, ну, несколько избыточного размера. Тот здоровенный, а этот просто огромный. Вот такой разговор о пяти ножевых новинках лета 2021 года от американской компании Kirsch на канале Местер Местер у нас с вами получился. С вами был Заливаха, надеюсь, что вам это было интересно. Ну, а как это могло быть по-другому? Большое спасибо за просмотр, пока!